Вот такую вот красоту Елизавету выкинули на заправку, да? Что там, Лизонька, что там такое? Ой, ой, что там такое? Кто беспокоит Лизу? Так, кто там? Видим в приют, да? Вот такую у нас новенькую девочку выкинули на одну из заправок города. Ефремова назвали Елизавета. Маленькое такое вот у нас чудо. Добрый всем день, уважаемые друзья, добрые зрители доброго канала. Снова с вами мы, волонтеры бездомных животных города Ефремова. Твори добро, Мария и Наталья Семешкина. С этого дня я хочу начать выпускать ролики о каждой своей бездомной собаке, которая по той или иной причине попала ко мне в приют. Потому что, как я говорила ранее, что все собаки в моем приюте со сложной судьбой. То есть каждый, 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 каждый мой зайчик, каждый мой собакен был именно спасен от рук живодеров, от тяжелой участи. И в данном ролике я хочу вам рассказать о собаке Марте. Марту и трех ее, двух, простите, двух сестричек привезли люди на мой старый бывший приют к воротам ветвь клиники и оставили в коробочке там. Две девочки у нас сразу нашли семью. И Марта осталась со мной. И вот со мной она уже четыре года. Но хочу рассказать о том, что именно Марта щенком заболела энтеритом. Это был ноябрь месяц. Это было уже очень холодно. Мы поняли, что это энтерит с врачом, с ветклиники, с Марией тоже был у нас свой врач. Пока мы набирали все лекарства, в общем, чудо-образом, да, у нас щенок просто пропал. Мы обыскали все. Там были очень большие территории. Мы ее звали, но, к сожалению, мы ее не нашли. Ее не было ровно пять дней. Пять дней. И в очередной раз по приезду в приют, приехав, мы увидели Марту. То есть она сама пережила сильнейший энтерит. Мы не успели ей помочь в этом. Да, Виточка, я тоже очень тебя люблю. И подключили, тут же забрали, подключили все ее лечения. И Марта наша, вот уже четыре года, радует меня. Я очень люблю эту собаку. И буквально через месяц, приехав в приют, я увидела, что у моей Марточки появился голубой глаз. Ну, голубой глаз говорит о том, что собака заболела у нас тяжелейшим инфекционным заболеванием, вирусным гепатитом. На тот момент у нас было 87 собак. Собак, щенков. И то есть я понимала, что может быть трагедия. В прямом смысле этого слова, мы заказали срочную сыворотку. Не помню сейчас ее название. Прокалывали всех щенков. Ну, у Марты это, видимо, было, может быть, скорее всего, скорее всего, да. Ну, при рождении, это скорее всего, у нее все это было внутриутробно, эти инфекции. Но тут вот, фу, кроме Марты. И опять же, она у нас ушла на 7 дней. Ее не было 7 дней. Это такая вот собака-боец, борец тоже, да, которая сама, да, сама, которая пережила все болезни. Потом Марты, да, Марты, в том же приюте у нас, чисто случайно, она где-то порезала у нас в ухо. Вот, вот это вот наша красота. После этого в прошлом году, в прошлом году у меня Марта не вернулась с прогулки. Мы обыскали все ближайшие округи. Мы обыскали все. Две недели безуспешных поисков. И, приехав в приют, я увидела свою Марту. От радости, от счастья я ее и ругала, да, и целовала. То есть, да, я понимала, что она вернулась. Она вернулась вновь к маме. Вот, где она была эти две недели, не могу вам даже сказать, потому что, ну, если бы она была не стерилизованная, но все мои собаки в приюте, вот сейчас только у меня остальные все мои собаки. То есть, они, прежде чем приехать ко мне, да, я сразу везу их на стерилизацию и на чипование. Лисик, лисик, да, лисенок, вот такой у нас еще лисенок, да. Вот, ну и, может, кто-то захочет взять нашего друга из приюта, потому что, допустим, Витя покорил одну мою подписчицу из Германии. Вот, она просто очень влюблена в него. И если у нас все сложится, у нас все сложится, мы общаемся в WhatsApp, то Витечка, Витечка, да, возможно, возможно, уедет у меня на постоянное место жительства в Германию. Я, конечно, очень этого хочу, потому что, ну, Джек, Джек, Джек у нас очень большой трос. Да, этих щенков выкинули в ночь у нас к одному из магазинов, где было очень много машин, то есть боялись, что щенков могут передавить. Ну, приехала, забрала. Это у нас Молечка, да, ну, основная маска, как всегда у нас. Самые наши дети, они все с нами. Сэм, да, Сэм тоже очень ищет дом. Вот, и... Удивительный собак, я его встретила в 3 часа ночи, по черте гордо пыталась я от него избавиться, но как бы он просто преследовал. Два часа мою машину, два часа он просто не отставал. Я остановилась чисто, увидев его, покормить его. Ну, а получилось так, что он прелюбил, да, меня. Вот. Сейчас мы сидим на цепи, он при всем при том, что он очень большой, большой, громоздкий. Это ляля, ляля, нельзя воровать в Миши. Но он очень добрый. Он отдаст последние. Он боится маленьких собак. Ну, а и охранные качества у него очень отличные. Вот такая вот у нас любовь с ним расплывала. Он сидит у меня на цепи. Он как бы охраняет домик. Ну, потому что пока других вариантов нету. И вот такой вот у нас Миша. Может, кому-то тоже приглянется. Большой, красивый, крупный, мощный пес. Миша! Миша! О, кушать, кушает. Миша кушает. Ляля тоже стыла и тоже кушает. В общем, вот так вот мы и живем. Просто я увидела в городе новую собаку. Это было 2 часа ночи. Я понимала, что он новичок. У него были следы от ошейника. Мы искали хозяев, но безрезультатно. Я просто остановилась его покормить. Я вообще, если вижу собак, я останавливаюсь. Я кормлю всех. Если у меня с собой что-то есть, но я с собой еду всегда вожу. Я остановилась, его покормила. И он просто 2 часа преследовал мою машину. И пришлось мне его привезти сюда, в приют. Что хочу сказать, друзья мои. Хочу, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы не прошли мимо. За то, что вы откликнулись на мою просьбу. О том, что мы в июле действительно очень тяжело выживали. Выживаем. Кушать у нас, слава богу, есть. Спасибо вам огромное, каждому. Каждому, кто помог. Каждые ваши 10, 50, 100 рублей – это большая помощь. Потому что именно с мелочи складываются копеечки. Копеечки складываются в рубли, а рубли складываются в их сытую жизнь. Для меня очень важно, чтобы собаки были сытые, чтобы собаки хорошо питались. Ну, потому что я действительно искренне люблю собак. И у собаки и так короткий век. И поэтому нельзя их обижать. Я против кормов. У нас натуральная пища. Это курица, косточки. Вот, я действительно против кормов. Потому что, ну, если корма, то хорошего класса. Потому что дешевая корма – это, как вы понимаете, это собаки просто набивают свой желудок. Но ни витаминов, ни питательных веществ они не получают. Это цига, сестра Витя. Да, и вот такой у нас Витя. И если у нас все сложится, то я буду самым счастливым человеком. Вот, но я каждый раз посылаю видео человеку в WhatsApp. Эллочка, спасибо тебе огромное за то, что ты с нами, за то, что ты есть у нас. За теплые добрые слова, за нашу дружбу. Огромное тебе спасибо. Спасибо, что такие люди есть в России. Спасибо всем и каждому моему подписчику за то добро, которое вы несете. Вы несете, вы нам помогаете, вы нам верите. Для нас это очень важно. И еще хотелось бы, хотелось бы очень мне, выпуская этот ролик, поблагодарить свою дочку. Свою дочку Машу. За то добро, которое она несет в этот мир. Как я ранее говорила, что именно моя Маша, да, привела в пять лет овчарку больше себя в два раза ростом. И потом, постоянно, мне звонили мои подруги, говорили, Маша твоя идет со школы, несет за пазухой рыжего кота, то она приносила нам хомяков, крыс. То есть у нас, в квартире у нас жили все, я никогда ей не говорила нет. Я всегда говорила, все, дочь, будем устраивать как-то сами, своими путями. Дочь, с днем рождения тебя, счастья, здоровья. Будь всегда такой, какая ты есть. Искренней, честной, доброй. Именно честность и доброта это два наименования, которые должны присутствовать в жизни каждого человека. С днем рождения тебя, моя хорошая. Счастья тебе, здоровья. И всего-всего самого лучшего. Знай, что ты у меня самая-самая лучшая. И знай, что я всегда буду с тобой рядом. И все собаки, да, поздравляют Машу с днем рождения. Ну, особенно Сэм, да. Сэм. 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 Сэм.